Всем привет, на связи Сил Юкрейн. Как видите, в лес пришла осень, но наш сезон не заканчивается. Тема сегодняшнего видео, как развести костер в сыром лесу. Основное правило заключается в том, что все, что лежит на земле, скорее всего сырое. Поэтому для того, чтобы нормально развести костер, мы можем использовать не вот это, то, что на земле лежит. То есть вот эти паренца, скорее всего, не подойдут нам. А вот то, что выше уровня земли, всякие ветки поваленных деревьев и так далее, они, скорее всего, сухие, дождь с них обтекает. То есть они не впитывают столько влаги, сколько впитывает древесина, которая лежит на земле. Но сперва мы пойдем и наберем бересты. Береста нам понадобятся в качестве хорошей растопки, которая, благодаря содержанию высокому дегтя, отлично горит даже не в самом сухом состоянии. Как видите, в лесу полно разного ветровала. Ярким представителем этого ветровала является вот эта вот березка. С нее мы обдерем некоторое количество бересты, для того, чтобы использовать ее в качестве растопки. Из тонких веток поваленных деревьев можно наломать достаточно сухого хвороста. Но не все они сухие. Вот эта, например, веточка полностью промокшая, вобравшая в себя много воды. А если ломать те, что немножко тоньше, из них получится замечательный, по сути, сухой хворост. Опять, это не подходит. Это, хотя, нет, не подходит. Набираем хвороста побольше. Главное, проверяйте чуть ли не каждую хворостинку, чтобы внутри древесина была сухой, для того, чтобы она хорошо горела. После растопки из бересты это будут наши первые дрова, которые должны гореть лучше всего и дать тепло, энергию, огонь. Получается дровам немножко покрупнее. Они тоже будут сухими. А потом, в общем, наша цель развести такой костер, в котором будет гореть даже сырая древесина. То есть она будет отсыхать и загораться. Давай. Деревья некоторых пород, несмотря на то, что лежали на земле, и кажутся внутри достаточно... Ну, снаружи они мокрые сильно. Внутри они при этом могут быть достаточно сухими, для того, чтобы гореть. Сейчас мы проверим эту палку, этот кусок древесины. Мы его расколем и посмотрим, что там внутри. Как вы видите, внутри на небольшой глубине, прямо под корой, находится достаточно сухая древесина, которая будет отлично гореть. С помощью вот такой вот рогатины мы можем без топора наломать красивеньких дровишек, одинаковых. Будьте аккуратны, чтобы вам не попало кусок бревна, не попал вам в глаз или вашему товарищу. Древесина действительно, вот посмотрите на это, это чудесная. Несмотря на то, что вот кора полностью мокрая, несмотря на то, что конечно же мы ее на земле нашли, некоторыми частями, потому что она была кривая и некоторые ее части лежали на земле, а некоторые нет. Тем не менее, под корой все достаточно сухое и оно будет гореть. Если это большие какие-то пеньки, сырые, и даже если вы их нашли на земле, вы их можете разрубить внутри на определенной глубине, в любом случае они будут достаточно сухими. Вода, скорее всего, не успеет пропитать их насквозь полностью. Вот такие дровишки, вот такие палки, они слишком длинные для того, чтобы их нормально положить в костер и при этом они слишком короткие и слишком толстые для того, чтобы разломать их обрагатку, как мы делали с этой большой палкой. То есть, рычага нормального не получится. Есть один метод, как без топора их укоротить, сделать так, чтобы они прекрасно помещались в костер. Находим вот такое вот бревнышко, главное, чтобы оно тоже было из древесины, которая не прогнила, из твердой древесины. Если это камень гранитный, это вообще замечательно. Опять-таки, помните о технике безопасности, естественно, лучше делать это в очках, естественно, лучше делать это, когда никого рядом нет, оператор сейчас рискует жизнью. Вот бревенячка. И, честно говоря, лучше делать это в перчатках. Почему? Потому что по рукам такой импульс сильно идет. Куда бы ухватиться. Вот оно прекрасно ломается, и уже вот такие вот куски древесины покороче, в общем-то, отлично можно поместить в костер. Теперь наша задача подготовить кострище, расчистить его от осенней листвы. Вот мы сделали такие лавочки для того, чтобы было удобнее сидеть. И потихонечку отгребаем всю листву до, до, чтобы было видна земля. если есть костер, чем обложить, то обязательно его обкладываете. Или обкапываете, если у вас есть лопатка. У нас с собой нету, к сожалению, в этот раз. наше место для костра готово. Вот мы выложили немножко бересты для того, чтобы здесь разводить сам очаг огня. Сейчас наломаем вот таких вот берестяных, я это называю чипсами. Нарвем вот таких вот кусочков небольших из бересты, и будем поджигать. Самая сухая береста, даже если кажется влажной, опять-таки, она внутри. Между внешним и вот внешним бело-черным, да, и внутренним вот этим коричневым слоем. Вот там вот самая сухая береста находится. Она сухая в любую погоду и в любое время года. в любую погоду Теперь начинаем подкладывать наш наломанный хворост понемножечку, буквально, чтобы он хоть чуть-чуть загорелся. Вот, ломал одну хворостинку, получается, ломал с конца и пришел к вот такой вот более толстой веточке. Главное, чтобы все было понемногу, чтобы все было послойно, чтобы топливо в костре нормально понемножку разгоралось. Сперва тонкие, потом потолще, 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 потом толстые сухие и в конце концов, чтобы мы пришли к состоянию костра, который может пережечь даже самую-самую-самую мокрую древесину, которую мы найдем в лесу. Теперь уже бросаем в костер чуть-чуть-чуть дрова, которая побольше немного хвороста. Уже можно его без проблем раздувать. Опять-таки, ребят, сегодня я очень сильно нарушаю опять технику безопасности. На мне флис, который загорается очень классно. Будьте аккуратны, когда суете лицо в костер, когда это лицо одето во флисовую шапку еще ко всему, и на вас флисовая куртка. Лучше так не делать. Всегда делаю так, чтобы внутри мелочь горела шалашом, а по бокам был колодец из бревнышек покрупнее. Прошло минут 10, и мы видим, что костер горит стабильно. Слышно шипение, на камере вряд ли это будет слышно. С таким звуком, с таким шипением испаряется влага из не совсем сухой древесины. И теперь, в общем-то, вот в такую топку можно уже понемножечку подбрасывать дрова побольше. Эти дрова достаточно сухие, то есть им нужно обгореть совсем чуть-чуть слою коры влажной, обгореть. То есть получается, что это уже дрова, это уже не хворост, это уже не маленькие палочки, это уже что-то больше похожее на дрова. Да, у нас есть дрова чуть еще побольше, они же лежат в стороне. Пока что мы вот такими обрубочками растапливаем. Пришло время теперь тяжелой артиллерии. Вот таких вот бревнышек. Не могу сказать, что у нас нету бревнышек побольше, но они более мокрые. А вот эти вот бревна позволят нам сделать костер, который сможет высушивать сырые бревна и их пережигать, как будто они сухие. Пару бревен самых больших я использую для того, чтобы немножко поджать наш костер и придать ему форму. Вот так вот в виде колокса складываю. Конечно, чуть позже оно все перегорит. И вот так вот сухие крупные бревнышки складываем сверху нашего очага. Пройдет немножко времени, оно хорошенько все разгорится. Мы немного забили наш огонь, но жару там достаточно, чтобы он прорвался и от него загорелись верхние, верхние супер сухие бревнышки. Обязательно подпишитесь на наш канал, если до сих пор по каким-то причинам этого не сделали. Также подпишитесь на нашу группу в фейсбуке и официальный аккаунт в инстаграм. Не забывайте ставить этому видео большие пальцы вверх, делиться им в соцсетях и с друзьями. Пока!